Древние артефакты ищут в Покачах. На Невагальском месторождении начались археологические раскопки. Они продлятся до октября. Ученые говорят о возможности исследовать сразу несколько пластов истории. Найденные предметы относятся к раннему железному веку, энеолиту и бронзе. Сейчас археологи обнаружили необычное образование в форме цилиндра, очень похожее на сваи. Также среди находок есть фрагменты керамики, кости животных, которые могут рассказать о питании древних людей, а также найдены камни, которые использовались как орудие труда. Вот этот вот камень интересный. Это кварцевый отщеп. У него два лезвия. Вот одно лезвие, оно такое, полукруглое, и выемчатое лезвие. Вот оно, вот эта вот часть. Она обработана мелкой ретушью, там, если вот под лупой посмотреть, там несколько фасеточек, так называемых, снятых, маленьких сколиков, минуемой ретушью. Это обработка специальная. Мемориал «Звезды Югры» пополнится тремя памятными знаками. Их устанавливают на фасаде Музея геологии нефти и газа вот уже 15 лет. Звезды зажигают в честь выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций, значимых мест и событий Югры. На этот раз знаки установят в честь академика, доктора-геолога минералогических наук Владимира Шпильмана. Своя звезда будет у почетного разведчика недр, полного кавалера ордена трудовой славы Владимира Соловьева. А также знак установят в честь трудовых коллективов компании «Лукойл». Торжественное зажжение новых почетных звезд состоится 31 августа в Музее геологии нефти и газа. И будет приурочено к празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности. В Нижневартовске пройдут дни короткометражного кино. Площадкой для этого станет виртуальный концертный зал Дворца культуры. Это учреждение культуры, кстати, и выступило соорганизатором проекта вместе с Молодежным центром Союза кинематографистов страны. У вартовчан появилась возможность знакомиться с работами лучших молодых режиссеров России и стран СНГ. Это короткометражные ленты, ставшие победителями всероссийских и международных кинофестивалей. Также запланированы онлайн-встречи с режиссерами и актерами фильмов. Кстати, проект стал возможен благодаря грантовому конкурсу губернатора Югры, который проводит Центр гражданских и социальных инициатив. В Ханты-Мансийске предлагают провести последний летний месяц познавательно. Остаются считанные занятия знаменитой папиной школы. Это музейная программа, которая позволяет детям познакомиться со свойствами химических элементов и минералов, узнать, что изучает наука геология и какие бывают горные породы, а еще как возникла планета Земля и раскрыть тайны главного богатства Югры – нефти. Расписание занятий можно узнать на сайте Музея геологии нефти и газа и забронировать занятия. У сноубордистов начались тренировочные сборы. Причем мастерство они накатывают не в горах, а на реке. В горнолыжном комплексе «Покачей» сноубордистов поставили на вейкборды. На специальной доске они катаются по волнам за катером, при этом держатся за веревку с рукояткой. Вейкбординг – это экстремальный вид спорта, сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Кстати, их спортсмены отрабатывают и на других площадках города. В местном скейтпарке оттачивают баланс, на роликах шлифуют вращательные элементы. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова